Я... ...заделит, будет, инотар. Друсловый взял, инотарь, взял напрямую, чистый сгелет. Сузе получится тоже использовать, материалы, да, Индер. Мы вам предлагаем там, чтобы ходы видели. Вы тоже можете использовать, мы же не скрываем наши доводы. Смотрите, смотрите, если законный проект такой хороший, мы будем разгадывать, вы будете разгадывать наши доводы, вы можете использовать своих... Мы же не запрещаем вам снимать себя. Вы говорите только со своей стороны. Он новый, режимный кабинет. Пойдемте туда, где не режимный. Пойдемте в приемную. Мы предлагаем пройти туда, где не режимный. Пусть ваши чиновники одеваются и пройдут 5 метров. Мы же не отказываемся обсуждать. Мы ради этого пришли. Вот приехали, документы с собой имеем. Нам все понятно, весь этот механизм. Зачем повторять? Давайте не зафиксировать обсуждение еще. Не на месте. Не на месте. Я уже два дня пишу помощнице депутата о том, что нам надо зафиксировать обсуждение. А иначе вы завтра будете говорить о том, что этот закон наказывает только педофилов. Он не только педофилов наказывает. Он у простых семей отбирает детей за бедность. Вот именно фото-видеосъемку. Пойдемте. Наше фото-видеосъемка. Как вы понимаете? Ваша нам не нужна. Получается, знаете же, какие охранные объекты есть, мисс Аллах. Я вам еще раз говорю, давайте пройдем туда, в то помещение, где 27 марта Жанна Осанова и второй депутат. Мы встречались, два часа говорили, и мы там имели возможность вот так снять прямой эзир. И народ это все слышал. И вы видите, какие комментарии. Народ возмущен. Это закон о семейно-бытовом насилии. Он просто фашистский. Вчера утром, в 10 часов, в 3-4 набрали буквы панышей. Вам нечем оперировать. Вам нечем оперировать. Вы сейчас тогда это снимаете, говорите, вот на видео это снимаете, и потом, получается, будем. Вы же препятствуете. Я вас препятствую. Я вас препятствую. Вам дверь открыта. Вы не заходите. Вы запрещаете нам. Мы хотим зафиксировать. Мы проведем другое решение. Где можно эту видеосъемку сделать? Где мы 27 марта сделали? Фашистский закон. Да. Почему фашистские? Потому что они обсуждают с узким кругом людей, аффилированные НПО, которые заинтересованы в лоббировании этого закона. Потому что инфраструктура выстроена ими. И они будут получать... Кризисный центр ВАР, да? Вот заинтересованы кризисный центр ВАР. Горячая линия. Физисный центр. Психологи. Они бенефициар, который будет получать выгоду от государства. А страдать будут обычные семьи. Здравствуйте. Здравствуйте. Рабочая группа вас ждет. Мы все собрались в полном составе. К сожалению, есть правила здания. У нас даже государственные органы без телефона. Поэтому или вы заходите, мы обсудим, или у нас не будет рабочей группы. Мы все ждем. Давайте пойдем в помещение, где вы собрались. Мы ждем вас. У нас в нашем внутреннем правиле рабочее заседание проходит. Мы можем пройти... Пожалуйста, я вас шло. И для креста идти туда. И до седьмого матча. И мы зайдем со своим телефоном и сделаем видео. Давайте, родители, зайдем без телефона. Посмотрим, что они нам дадут. И потом сверим. Нет. Смысла нету. Нет. Смысла нету. Они потом, знаете, как скажут. Вот ваши родители... Они сейчас скажут, что они вас пригласили. Они скажут, что мы вас пригласили, но вы сами не зашли и устроили провокации. Мы пришли. Мы же пришли. Для того, чтобы обсудить. Для того, чтобы зафиксировать все. Потому что, что мы фейк... Фейк информация. Тархатвата. Айтвата. Что мы вруни. Да? Нет. Завтра они свои пункты ведут и скажут, а ваши представители от народа были. Вот видите, и сделают все, что мы там были. И мы как будто их поддержали. А о том, что мы были против, что мы возражали. И вот сколько, куча возражений, они про это не скажут народу. А нам нужно говорить, что мы вот эти, эти статьи нам не нужны. Уберите. И мы должны это показать, и народ должен это услышать. Понимаете? Они же нам не дадут это делать. Не дадут. И сейчас не дают. Вы же видите. Мы сейчас от сюда. Фактически. Убегают. 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 sung В от людей. Убегают. Эта. младшему 2,7, старшего отвезли на Сейфулино-67, где Центр адаптации несовершеннолетних, маленького трехлетнего, которому трех нет, увезли в первую какую-то поликлинику, она в слезах рыдает и вообще в беспомощном состоянии, бесправное, беззащитное, угнетенное, униженное и не знает, что делать, и звонит мне, рыдает, и говорит, помогите, вот вам, пожалуйста, этот законопроект еще даже не ушел на подпись президенту, а вот такие факты произошли вчера, это 3 апреля в 10.00 утра по улице Кеницары на правом берегу, вот, понимаете, город Астана, вот, и эта женщина вот там внизу ждет, на Мангликьере, ее сюда не пропустили, она ждет, как мы выйдем отсюда, мы ей обещали, что мы этот вопрос решим, поможем ей вернуть детей, а видите как, нас не пропускают, почему не пропускают, это же не бомба, какой бы ни был режимный объект, это объект построенный на средства народа, на бюджетные деньги, это здание, где может сидеть, работать депутат любой из народа, а здесь народных депутатов нету, понимаете, они сейчас сделают съемку, потом свои фашистские законы пропихнуть сюда и скажут, а ваши матери были, вот была гульмира, они согласились и все. Самое главное, что еще хочется добавить, что эти законопроекты, они касаются родителей, они касаются напрямую наших детей, населения, всех абсолютно, и получается, что родителям не дают наблюдать за процессом, то есть они хотят просто осознать видимость, что нас пригласили в рабочую группу, чтобы успокоить население, а потом, как Ханахат Татья действительно говорит, сказать, все, ваши были, мы это согласовали, но у нас нет возможности показать свою сторону, снять наши доводы, наши аргументы и показать опасные моменты, которые предусмотрены этими законопроектами. Поэтому мы вклоняемся к такой мысли, что если нас не допустят, то мы будем вынуждены отказаться от присутствия на рабочей группе, так как это вообще никак не покажет наши аргументы и наши доводы, то есть мы этого опасаемся. И закон о семейно-бытовом насилии, это жестокий, фашистский закон, это закон, который ведет к тому, если ты бедный, ты не имеешь права иметь детей, ты не имеешь права размножаться, то есть численность Казахстана не должна расти, она должна уменьшаться, понимаете? Вот к чему это ведет. Втихаря идет разрушение семьи изнутри. И пользуясь этим законопроектом, сейчас они хотят, вот идет же судебный процесс по поводу Бешимбаева, вот говорят, вот, пожалуйста, нужен нам этот закон, извините, то, что происходят сейчас судебные процессы, тяжбы по уголовному делу в отношении Бешимбаева, это не первый день и не первый месяц, и к этому это все шло годами, пока они все это вместе шло. Это, статья, можно сказать, нужно сказать, это убийство, умышленное, преднамеренное, запланированное убийство, это совершенно другая, тяжкая статья уголовного кодекса. А в данном случае закон о семейном и томом насилии, он имеет массу подводных камней, где из атом кодекса переводят в уголовный кодекс, касаются семьи. Там и побои, там и истязания, там и меры профилактики, которые, мера профилактики, это равнозначно отбирание семьи. Отбирание семьи, это детский дом. А детский дом, через три года мы отправим учиться за рубежом вашего ребенка в колледж, а там за рубежом что с этим ребенком будет? Либо его будут насиловать, либо его на органы куда-то отправят, либо проституцией этот будет ребенок заниматься, или бог знает с ним, что будет происходить. Понимаете, нам нельзя этот фашистский закон, чтобы пошел на подпись президенту, услышьте народ Казахстана. Это будущее наших детей, это будущее нашей страны. Пошли-то тогда, что нам тут делать, если они нас не пускают. Пойдемте? В прямой эфир идет. Да, прямой эфир идет. Мы готовились, пришли. Мы готовились. У нас приехал представитель с Казаларды, и мы очень готовились. У нас здесь вот куча таблиц. Каждый себе сделал определенные пометки, и мы должны были каждый озвучить те моменты, которые опасны для нашего населения. К сожалению, данная рабочая группа будет сорвана, и мы не сможем присутствовать. Мы вот отдельную камеру принесли, что если нас не запустят с телефоном, чтобы мы могли на камеру зафиксировать, а потом, чтобы у нас было доказательство того, что мы говорили и что говорили они в ответ. Но, к сожалению, нас не запустили. Лиза наехала с Казаларды, чтобы попасть на этот законопроект. Но, к сожалению... У нас традиция была. Югенгейдам, Германия, Норвегия, фашистский закон. Действительно, фашистский закон. Без генешной менталитет. Без генешной менталитет. Без генешной. Вот специальный киркзветр. Значит, продолжается. Правильно, да? Если есть что скрывать, конечно, они не дадут зафиксировать то, что они скрывают в этом законе. Они апеллируют тем, что посадят пожизненно петобилов. Мы против этого ничего не имеем. Вот дьявол строится в деталях. Там есть нормы по отобранию детей за незначительные, так скажем, моменты, которые используются в воспитательных целях. Даже за окрик, за шлепок, за то, что вот так Туртубхалсан балана. Мы хотим это разъяснить, донести это до президента, что этот закон, он разрушит казахстанские семьи. Да даже просто их штрафы разрушат. Там по 3 миллиона штрафы. Там штраф до 1000 МРП для родителей. Это 4 миллиона тенге. Какой родитель сможет оплатить такой штраф? Особенно в регионах 4 миллиона, там квартиры 4 миллиона стоят. Он что должен? Бюджет заплатить 4 миллиона или своих детей содержать? Либо, если ты не заплачешь этот штраф, тогда тебя посадят до 4 лет. Почему не слушают, почему однобоко слушают этих лоббистов, либерастов, которые тащат этот закон из Запада? Они берут весь тот негативный опыт, потому что, я не побоюсь этого слова, они проплачены. Они заинтересованы в своей личной выгоде. Они заинтересованы в своей личной выгоде. И смотрите, как они ловко используют кейс Бишимбаева, да? Жестокое убийство. Его не надо было этот весь цирк разводить. Надо было посадить по тяжкой статье. И человек, который жахда и жёг, у него карательные меры отбирают детей. Вот где правосудие у нас? Когда человек убил, истязал на протяжении долгого времени, цирк тянут, месяцами его посадить не могут. А простого родителя, который просто, элементарно не может купить продуктовую корзину. Он не виноват в этом. Экономическая ситуация в стране такая. У него отберут детей за то, что он не может обеспечить своих детей. Не дают камеру. В том-то и дело, здесь пишут, заходите, может возьмите одну камеру. Мы взяли вот камеру. Вот у нас есть GoPro. Она отдельная, не в прямом эфире. Мы хотели с этой камерой зайти. Вот мы её зарядили 100%, чтобы просто снимать процесс. Мы говорим, мы занесём свою камеру, будем снимать. Они, видите, говорят, никакой. Ни камера нельзя, ни прямой эфир нельзя, ни телефон нельзя, ничего нельзя. Не хотите, не заходите. Вот только что нам сказали, и развернулись, ушли. Потому что плевать хотели они на мнение родителей. Они продвигают только интересы определенных лиц, у которых выстроена инфраструктура, которые будут последними получателями, бенефициарами получателя выгоды. И всё. И в том числе там все структуры задействованы. Самое интересное, что по доносу же это просто могут прийти. Да, и никакой ответственности уголовный доносчик не будет нести по новому законопроекту доносчик. Никакой уголовной ответственности не прописано. Анонимный что-то доносчик. Это не прописано. Это анонимный доносчик, да. И всё. Вы понимаете, что сейчас будет происходить? Любой гражданин нашей страны, он будет в опасности. Вы поругали с соседкой. У вас там дети подрались, другая мама позвонит в школе. Понимаете, что творится? Плюс ещё буллинг вводится. А ещё незамедлительно же должна сообщать. А, кстати, там есть ещё, обратите внимание, что в школах будет, в школах, господи, в органах образования, вот в этом законопроекте есть такой пункт, что учителя должны будут незамедлительно реагировать на, допустим, синяки или ещё что-то, которые получили не в школе, а вне школы. Прямо там так и написано. И потом уже за это тоже, кто, почему не родителя вызывает, почему сразу вызывают правоохранительные органы. И потом, где презумпция невиновности? Почему сразу подключаться должны? По Конституции 77 РК презумпция невиновности есть. Почему эти все статьи Конституцию нарушаются? А если в ОЛОРГа ответственность. Правильно. Если школа не сообщит, это здесь предусмотрено, значит им тоже будет ответственность. Вы понимаете, что сейчас будет происходить? И ещё я хочу добавить, знаете, вчера, позавчера мне одна мамочка звонит и говорит, что это такое? Ребёнок, говорит, принёс анкету, и в анкете, говорит, определяется социальный статус, в какой квартире, собственное жильё или арендное, сколько комнат, а не обижают ли вас родители, есть ли у тебя конфликты, а может быть ты хочешь совершить какой-то суицид. Вы представляете, это идёт уже как бы со школьного скамьи, собирают информацию, а это называется вторжение в частную жизнь. Они не имеют права, это нарушение конституционных прав ребёнка, когда лично у ребёнка собирают информацию у ребёнка, они не имеют права вообще у ребёнка запрашивать подобную информацию. Это нарушение его прав ребёнка, это нарушение конституционных прав этой семьи, Это вторжение в частную личную жизнь, вы понимаете? А вторая мама говорит, мне позвонила Апайка, классный руководитель, как раньше говорили, и сказала, я приду к вам домой и, значит, посмотрю, в каких условиях. А кто ты такая вообще? Какой ты имеешь право вообще переступать порог моего дома? Это мой дом, моя крепость, это моя частная собственность. Они же в прошлом обсуждении говорили, мы откроем окна двери в каждую семью. Да, и вот эта вот их подачка в виде традиционной семейной ценности, это декларативная норма, которая ничего не дает, никакую пользу народу. Чем она будет обуславливаться, какие условия создадутся для того, чтобы были традиционные семейные ценности? Они что, запретят ЛГБТ-пропаганду хотя бы среди детей? Ничего этого не будет. Рабочая группа уже начинается, и все. Можно? Можно телефон? Не надо, мы пораним сутка или без. А с камерой можно? Хрмимим. Ну тогда все, мы сработаем. Вот народ корень, да, кто-то? Да. Снимай его, сними. Хрмимим. Можно просто камеру, гоупровод такую? Вот камера дам материал, он сзади на город, а он мне не дадет. Мы вам дадим? Мы вам тоже дадим? Почему вы параллельно снимаете? Можно я скажу? Уважаемый президент, уважаемый народ Казахстана и родители Казахстана, поймите правильно, прикрываясь законопроектом о семейно-бытовом насилии, вчера взяли интервью у брата погибшей Салтанат Мукеновой. Не забывайте, это абсолютно две разные вещи. То, что убийство произошло, уголовное дело, это отдельная статья, статья убийства. А в данном случае, в данном случае законопроект о семейно-бытовом насилии, он направлен на то, чтобы семью Казахстана разрушить, чтобы в казахские семьи внедрять западные законы, ЛГБТ, неуважение к родителям, разрушать семью изнутри, чтобы по доносу соседей, по доносу, может быть, какой-то женщины, которой там где-то что-то ты ей не понравился, или что-то во дворе вы поссорились, или повздорили, потому что ее ребенок толкнул такого, твоего ребенка. Даже вот такие поводы будут использовать люди, и по одному звонку в семью придут и просто заберут. Четыре, пять, десять человек зайдут, папу, маму скрутят руки, и кричащих детей будут забирать. И с какой целью? И смотрите, в этой части они предусмотрели, если родитель будет оказывать сопротивление всем этим органам опеки, полиции, то родителю вменят штраф, неподъемный штраф, который он должен будет заплатить, либо он сядет в тюрьму. Это во-первых. Это ровно повторение европейского закона. 3 миллиона 700 сенге, тысяча МРП, либо отсидеть 4 года. Вот задумайтесь, откуда у людей будет 3 миллиона 700 сенге. То есть родитель, который захочет защитить свою семью, когда придут к нему все вот эти всевозможные органы, он естественно будет сопротивляться, и за это ему вменят штраф. В этом законе это предусмотрено. 3 миллиона 700 с копейки, почти 4 миллиона. В регионах это целые квартиры. Это представьте такая картина. Соседка настучала по звонку, сообщила, что в моей квартире что-то происходит. Пришли полиции, 20 человек на 5-6 машинах, будут забирать ребенка, а я должна руки сзади спрятать, и молча стоять, не забирать, я вам отдаю своего ребенка. Вопрос еще такой, да, почему к доносчикам, вот для доносчиков такая вот свобода, да, никакого уголовного наказания. И еще, доносчик может состоять на психдиспансерном каком-то учете, с психдиагнозом. Почему это никак не проверяется? Почему нету какой-то конкретики вообще? Кстати, там же еще психиатрические осмотры для родителей есть. Кстати, вот в этом, как она проекта, есть также, что если ребенок несовершеннолетний совершил какое-то противонарушение, но он оправдан судом, то его имеют право, ему имеют право назначать какое-то воспитательное, да, какое-то там принудительное воспитание. Непонятно, что за воспитание, кто это будет и где этот ребенок будет находиться, за чей счет это будет, потом для взрослых, если тоже административное право нарушение, уголовное право нарушение, неважно, если даже от уголовного освобожден в зале суда человек, он может судом, в частном порядке суд может для него назначить меру психологическое лечение за счет него, и оно не будет добровольным, понимаете? Это вообще ни в каких рамках. Непонятно, за чей счет, либо за счет него, либо за счет него. Да, за счет него. За счет него конкретно прописано, за счет того человека, которым назначают. А о какой добровольности здесь идет речь вообще, если он освобожден от уголовного. Это уже карательная психиатрия. Да, и если он никаким там этим, ну, суд не, господи, суд, если его не приговорил никакому этому, зачем это ему назначать, понимаете? Это же деньги. Это деньги, да. Это деньги, да. Так, в итоге что мы делаем? Тогда уходим? Да, мы, наверное, уходим. Ну, минут по свой. Мы, вот еще, я не досказала, когда вот сейчас в школах проводят анкетирование, да? Знаете, с какой целью этого анкетирования проводится? Чтобы отобрать, сделать фильтр в классе, допустим, 25 детей, из этих 25 детей, 6, 7, 10 детей, это социальный статус беспомощный, бездомный, нищий, мать-одиночка, не имеет жилья, зарплата низкая, значит, где нет условий для нормальной, полноценной жизни, для счастливого детства. Государство, а вы создаете это счастливое детство? Вы дали крышу? Вы обеспечили работой, чтобы мама могла зарабатывать и полноценное питание обеспечить, и одежду. Таким образом, они фильтруют этих несчастных, и эти 8-10 семей сразу заносятся в журнал, и в эту семью будут целенаправленно ходить, проверять, и в итоге переведут к тому, что будут просто отбирать детей. То есть, по идее, как так, бедным размножаться нельзя. Бедная семья не имеет права иметь 8-10 детей. Извините, я из такой бедной семьи, у нас 10 детей было. У меня имя Канагат, то есть удовлетворительно, достаточно, бабушка меня так назвала. Я должна была быть последним ребенком, но я не стала последним. Но мы, бедная семья, выросли в советское время. Нас воспитали, нам дали высшее образование, и мы состоялись как люди, как граждане, и как патриоты своей земли, своего казахской нации. Мы защищаем, и будем дальше защищать права наших детей, наше будущее поколение. И вот эти депутаты, которые сейчас просто поставили вот этот барьер, и утверждают, что вот по этому барьеру я не имею права пройтись телефоном. Пусть эти депутаты свои фашистские законы себе где-нибудь оставят. Уважаемые президенты, мы вас просим, примите меры. Уважаемый Токаев, услышьте народ Казахстана, мы своих детей на растерзание не отдадим. Нам не надо сюда западные законы внедрять, нам не надо разрушать семью изнутри. Нам не надо воспитывать фашистов, как это происходит в Западе. Сейчас там все наркоманы, алкаши. Сидишь в автобусе, едешь, сидит 15 человек, 15 лет, 20, 18, 30 лет, а старики стоят. Никто даже не уступит место. Не уступит. Вот вчера у мамы, когда забрали ребенка, она в трудной жизненной ситуации. Они нам говорили, когда они прописывали трудную жизненную ситуацию, мы говорили, что у этих родителей будет забирать детей. Нам же рты закрывали, нам говорили, вы что, кому нужны ваши дети? Мы хотим помогать этим семьям. А вчера утром забрали у нее на улице Кинесары, и теперь эта девочка вот там стоит, ждет нас на Манголик Ель. Она ждет одна несчастная, мы говорили, что мы пройдем к депутатам, мы вам к вечеру детей вернем. Пошниктер, айс-пошник, айс-палатын отбасы, сіздерге напрямую касса исты. Жаға кешат коган, баласы коган, айс-палаты. Бұл төмен отбасы. Жалғыз аналар. Жалғыз басты. Жалғыз басты аналар. Басты, насыы жу. Бұл төмен отбасы. Жалғыз басты. на профсемьи, да, и помочь маме. Они просто забрали детей. Причем она сидит, плачет и говорит, у меня ребенок не все ест, а вдруг он там голодный. Она сидит и переживает прям в кабинете. Я что хотела сказать. Смотрите, сейчас такие законы принимаются, да, но мы же знаем, как у нас в государстве поступают с жетом Балдармин с сиротами. 90% сирот, во-первых, они не получают квартиру, которая им положена от государства. Вот отобрали, в казенный дом засунули, квартиры им не предоставляют. Это раз. Алименты с родителями? Эти дети, которые выпустились из детских домов, они либо идут в тюрьму, либо занимаются проституцией, либо еще что-то. Я не обобщаю, есть нормальные, но большинство превалирует. Они не могут устроить свою жизнь. И какая это забота? И я тоже с многодетной семьи, у нас восемеро. Родители у нас высшее образование не имеют, но они нас воспитывали, они нас растили. Пятеро из нас учились на грант, трое платно. Но мы все стали людьми, да? Было где-то что-то не хватает, где-то что-то поругают, где-то что-то отдернут. Не потому, что они любят нас бить или там ругать, а потому, что они хотят, чтобы мы выросли людьми. Также Ханагат Татья, он была... Какая бы семья ни была, мы не защищаем наркоманов, алкоголиков, но какая бы семья ни была, да, бедная там, она заинтересована в том, чтобы их дети выросли благополучно. Мы, наверное, не смотрят, да? Смотрят, это 100%. Сіздерге айтатыным, ахылым, тоқтангар, тоқтангар деп айтам. Уткені, біз аналар, біз балдарыныш біз балдаш, айтамар, біз балдаш, біз, кізне меремшін�й. Мы існеке таину. Щас вы видите, да, тоқтангар. Пока не поздно. Тоқтангар. И маша мать такая. Да. Сидят и ждут ответа, что ж здесь было? А нас просто не пропустили. Ну ладно, мы пришли в Сенат, постояли здесь. Всем спасибо за соучастие. Разожжите прямой эфир, пожалуйста. Всем отправьте. Продолжение следует...